Территория рядом с центральной частью цирка не так давно была облагорожена, однако буквально в нескольких метрах от нее можно обнаружить настоящую свалку. Около цирка находится территория, на которой расположены три сгоревших дома. Мало кто из рязанцев знает, как используется дорогостоящая земля в самом центре нашего города. Остатки былой роскоши. Сгоревший кирпичный дом находится в компании двух деревянных. Их можно заметить не сразу. Разрушенные здания скрыты за деревьями и находятся на холме за зданием цирка. Эта территория полностью заброшена. Среди поваленных веток здесь можно наблюдать разрушенные постройки, похожие на сараи, предметы мебели, горы стеклянных и пластиковых бутылок, сломанные лежаки, самодельный колодец из автомобильных покрышек, различную одежду, детские игрушки и вещи. Очевидно, что территория находится в полном запустении. Здесь никто никогда не проводил уборку, а также разбор завалов в полуразваленных строениях. Кому принадлежат строения, также неизвестно. Кроме этого, стоит отметить, что между зданиями есть много тропинок. Вероятно, это место популярно среди лиц без определенного места жительства. Возникают опасения, что в заброшенное место заберутся дети. Поэтому на свалку стоит обратить особое внимание. Другой проблемный участок рядом с цирком также известен заброшенными зданиями. Два сгоревших дома, горы мусора, заброшенные туалеты и следы пребывания людей. Отдельного внимания заслуживает проезжая часть возле этих домов. Про эту дорогу на улице Садовой мы неоднократно снимали репортажи. Однако с годами дорожное покрытие здесь становится только хуже. От асфальта на этой улице практически ничего не осталось. Участок с расстоянием чуть больше 300 метров является проблемой для автомобилистов, проживающих около цирка. Ямы, периодически открытые люки, сваленные ветки деревьев, мусор и вода, которая часто течет по этой улице из колодцев. Для дома номер три, расположенного в Войковом переулке, эта дорога является единственным подъездным путем. Вся картина, которая складывается в центре города, говорит о том, что проблемы с годами только копятся. И пока в каналы Венеции после карантина возвращается рыба и лебеди, а над Китаем заметно очистилась атмосфера, наш город продолжает оставаться в загрязненности и разрушенных дорогах.